И к региональным событиям у самых крошечных граждан Казахстана праздник 17 ноября, день недоношенных детей. Наша съемочная группа заглянула в гости в областной перинатальный центр, где крошки пребывают в свои первые месяцы под чутким наблюдением ангелов в белых халатах. Подробнее, как состоялась встреча с самыми крошечными мангистаусцами в сюжете моей коллеги Жанна Руслан. С развитием науки и медицины врачи научились выхаживать даже самых крохотных пациентов. Шнара Ермаганбетова в отделении детской реанимации работает уже 18 лет. По словам детского анестезиолога-реаниматолога, в год в центре рождается около 8 тысяч детей. Из них 42% появляются на свет недоношенными весом от 500 граммов до полутора килограммов. И сегодня к выписке готовятся девочки Асалым Аяулым-двойняшки, которых Шнара Ермаганбетова наблюдала с первых дней их жизни. 2 сентября на сроке 28 недель я родила двойню. Девочки на свет появились с очень маленьким весом – 720 и 930 граммов. С первых дней нас наблюдала Шнара Умаровна. И только благодаря ее поддержке я смогла найти в себе силы. Она окрылила меня и помогла окрепнуть моим детям. Благодарю весь персонал перинатального центра за их профессионализм и чуткое отношение. На данный момент вес самого маленького ребенка – 640 грамм. Он родился 8 ноября. Мальчик. С каждым годом количество недоношенных детей возрастает. Выживаемость, динамики, показатели выживаемости у нас выросли. Внедрение новых технологий, методов лечения, выживаемость недоношенных детей растет. Например, в этом году самый маленький ребенок, которого мы выходили, это ребенок с весом 610 граммов, сроки стации 23 недели. Это у нас самый маленький ребенок. Вот этот ребенок у нас родился в июле. Он лежит у нас до сих пор. Но сейчас уже достиг веса 3200 на спонтанном дыхании сейчас. Не упустили возможность заглянуть в гости к крошкам волонтеры из благотворительных организаций, которые по традиции в этот день приходят и оставляют свои подарки. Феи одного из фондов вяжут своими руками комплекты и дополнительные игрушки-комфортеры. Они представляют собой пуповину матери. Чтобы малыши не цепляли провода, в ручки кладут щупальца игрушки, и они напоминают им пуповину. Мы вяжем комплекты шерстяные из 100% шерсти для деток. Почему они именно из 100% шерсти? Для чего это нужно? Для того, чтобы когда на ребенка надевают наш комплект, шерсть начинает раздражать нервные окончания. И ребенок начинает ерзать. Это нужно для того, чтобы он не забывал дышать, так как они маленькие и у них не до конца сформированы внутренние органы, органы дыхания в том числе. И поэтому это дает ему возможность сделать лишний вдох и продлевает ему, конечно же, жизнь. Помимо того, что это массаж, это еще и тепло, которое необходимо маленьким детям. Благодаря компетентности врачей-неанатологов и обеспечению центра новейшим оборудованием, реабилитация недоношенных детей проходит на должном уровне. Выхаживаемость детей увеличивается, детки выписываются, уже адаптированы к этой прекрасной жизни рядом с мамой. Жанна Руслана, Держан Спандьяр, Дидар.